Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глушенко. И немножко пройдемся по следам Международного экономического форума, который состоялся в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь, с 3 по 5 июня. Вот сейчас потихоньку идет подведение так называемых итогов. Вчера мы делали ролик на эту тему, кое-что говорили, но не дошли до сути очень такого смачного, сочного ванголания нашего сказочного национального лидера. У него там в заключительный день этого самого форума состоялась... У нас еще не было этой информации, а сейчас она вылезла, скажем так, наружу. Состоялась встреча с руководителями информационных агентств, крупнейших мировых информационных агентств, которые были приглашены на этот форум. То есть, отдельная встреча с ведущими, крупнейшими информационными агентствами. И интересный был высказан момент, что США на сегодняшний день, Соединенные Штаты Америки, идут по пути СССР и скоро грохнутся. Посыл такой, что крупные империи допускают, что имеют право в некоторых случаях ошибаться, но что эти ошибки, даже если считаются мелкими, то эти ошибки в любом случае, в конце концов, приведут к развалу этой самой империи. Я, честно говоря, не понял, что он имел в виду под ошибками американскими. Дело в том, что у них есть так называемая сменяемость власти, что свойственно большинству демократических режимов. Может быть, он это имел в виду под ошибкой. На данный момент ни экономических, ни политических, ни военных ошибок Соединенные Штаты не допустили. Но в чем его обида? Его обида в том, что Соединенные Штаты имеют серьезные санкции против Российской Федерации. То есть, ввели серьезные санкции против Российской Федерации. Вот, казалось бы, да, мы ведем речь о санкциях, которые связаны, ну, скажем там, с поставками продукта, с поставками технологий, с поставками какой-то техники, может быть, научном сотрудничестве, да, нашим фирмам запрещают ввести торговлю, например, с теми же Соединенными Штатами или с Европой, да, потому что зачинщиком санкций-то являются, в принципе, Соединенные Штаты. Там речь идет немножко о другом. Мы в полном объеме, вот обыватель, простой гражданин, в полном объеме не знает, не понимает и не может на себе ощутить последствия этих санкций. Ну, может быть, какой-то там идет незначительный рост цен или значительный рост цен. Это ощущается, да, мы не можем на себе ощутить самого главного, то, что наши предприниматели российские не могут в связи с этими санкциями получать кредиты в виде дешевых денег, потому что кредиты, которые они получали в Соединенных Штатах и в Европе, значительно дешевле кредитов, которые можно получить в российском банке. То есть, совершенно разные проценты в годовом исчислении идут на обслуживание этого самого долга. Там можно получить кредит под 1%, под 2%. В России кредиты довольно серьезные и, кстати, вот в этом плане и обыватель тоже может ощутить, какие у нас проценты по ипотеке, какие у нас проценты по потребительским кредитам. Примерно в тех же условиях находятся и крупные предприниматели. Поэтому всякие там Абрамовичи, Дерипаски, Прохоровы и прочие серьезно от этого страдают. Причем они же могли получить вот этот дешевый кредит в долларах. Значит, Путин говорит, что вот именно эта позиция больше всего раздражает сказочного. У нас не могут, не могут, наши промышленники, наши олигархи не могут инвестировать в производство, потому что этих денег нет. Я имею ввиду дешевых кредитов. Он, естественно, его вот на этом форуме, он высказался, что в этом его главное раздражение. Но почему США должны грохнуться, я не знаю. Я немало уже прожил в этой жизни, немало приобрел жизненного опыта и постоянно каким-то образом отслеживал состояние советско-американских, российско-американских отношений. И присутствовал, я в Советском Союзе, жил в Советском Союзе аж целых 27 лет, да, 27 лет. То есть был достаточно взрослым человеком, уже имевшим высшее образование. И остальную часть жизни тоже примерно 27 лет я прожил, уже в этом году 30 будет, да, я прожил в России. И что самое характерное, наши пропагандисты, в том числе и сегодняшний наш сказочный национальный лидер, потому что это главный пропагандист, все время предрекали крах Соединенных Штатов. Крах Соединенных Штатов и в основном из-за того, что они установили, ну, в соответствии, помните, Бреттон-Будские соглашения, вот эти, то, что касается главенствующей роли доллара в мире, как резервной валюты. Что они грохнутся только из-за того, что доллар в мире является ведущей резервной валюты. Значит, и что, да, и что скоро все государства от этого доллара откажутся и не будут делать расчеты в долларах. И тут мы, да, уже идет активная работа по отказу от доллара. В том числе, значит, фонд национального благосостояния России отказывается от доллара. Это такая пощечина американцам, что в евро мы копить этот фонд будем, в других валютах будем, даже в юанях, скажем так. Ну, это реверанс в сторону Китая. А вот от доллара мы отказываемся полностью. Хотя там настолько мизерная часть этого долларовой составляющая, что нанести серьезный ущерб долларовой экономике это не может. Но, тем не менее, если Россия сейчас откажется от долларовой составляющей в фонде национального благосостояния, то Америка страшно это дело не переживет. Хотя прекрасно все понимают, что и наши элиты, я имею ввиду олигархов, политиков, депутатов, чиновников крупных, хранят свои сбережения исключительно в долларах, даже не в евро. Или в крайнем случае 50 на 50. Но в рублях никто их не хранит. И, наконец, статистика Международного валютного фонда. Это в плане того, что страны мира уходят от доллара. За 2020 год вложения в доллар возросли на различных биржах на 235 миллиардов. И достигли максимальной цифры 7 триллионов. 7 с лишним триллионов. Это вложение государств всего мира в так называемые долларовые активы. Не важно, что это. Фонды какие-то национального благосостояния. Может быть, просто накопление сбережений. Может быть, фонды для каких-то инвестиций. А наш сказочный предрекает крах этого самого доллара. Так вот, сколько я живу в долларовой системе, друзья, впервые доллар заработал в России, вернее, даже в Советском Союзе, немножко раньше, чем развалился. И мы не берем, когда доллар якобы стоил 66 копеек при советской власти, я это помню. Но это все надумано. Такого не было никогда. Не случайно поэтому все охотились за долларами и хранили их в чулках. Ну, не все, а, скажем так, люди отважные и жадные. А вот, когда впервые доллар вышел на рынок здесь, в России, я помню прекрасно это время. Уже был взрослый человек. Он стоил около 3 рублей. Сначала 3, потом 4, потом 6, потом скачок 98 года. Он добрался до 18. Так вот, за 30 лет существования в долларовой среде, доллар вырос с 3 рублей, у меня на глазах, до, извините, 74 на данный момент. А пробивал даже отметочку 80. И еще не раз ее пробьет. Вот вам показатель, каким образом весь мир откажется от доллара и США грохнутся, повторяя путь Советского Союза. Я не понимаю, в каком смысле они повторяют путь Советского Союза. У них что там, однопартийная система? Или у них генеральный секретарь ЦК КПСС 18 лет сидит у власти? Или у них президент уже новой России 20 лет сидит у власти? У них нет сменяемости власти, нет освежения экономики в полном объеме. В чем ошибка и почему они должны грохнуться? Ведь всю мою жизнь, я же не беру там какую-нибудь древнюю историю сталинских или хрущевских времен, которые там вспоминают и догнать, и перегнать. Это было и в первой пятилетке, и при Хрущеве. Кто догнал, кто перегнал, и кто в конечном итоге грохнулся. Вот она, пропаганда сказочного национального лидера. До встречи, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова